Хрупкость формы, изящество линий и ручная роспись делают изделия императорского фарфорового завода настоящей роскошью. Такой сервиз любой стол сделает королевским, а так ценит фарфор петербургского производства за уникальность рецепта. Первым в России его разгадал Дмитрий Виноградов, химик и соратник Ломоносова. На самом деле состав фарфора не секрет, его придумали еще в Китае. Это глина, каолин и минералы. Но чтобы получилась вот такая фарфоровая чашка, нужно знать точную дозировку. Смешать фарфоровое тесто, его называют шликер, это только начало. Впереди несколько сложных этапов производства. Сначала шликер заливают в гипсовую форму. Этот материал идеально впитывает лишнюю влагу. Так получается заготовка будущей чашки. Затем ее подсушивают, шлифуют и ставят в печь на первый обжиг. После этого фарфор покрывают глазурью. Фиолетовый цвет нужен для того, чтобы знать, все ли покрыто равномерно. Затем снова в печь и чашка готова. Этот предмет сервиза давно поставлен на поток. А вот цех высокохудожественных изделий выпускает штучные заказы. Здесь уже нет конвейера. Все только вручную. Тонкой струйкой на стенку воронки наливаем. И оставляем на определенное время. На каждое изделие есть технологический паспорт, где все прописано. Сколько времени держать, сколько ждать в форме, как доставать, как собирать. Собирать эту форму не придется. Фигурка монолитная. Но есть еще объемные скульптуры с множеством деталей, где таких гипсовых форм больше 20. И все нужно залить одновременно. Прошло 40 минут. Посмотрим, что получилось в нашей гипсовой форме. Вот такой вот чудесный фарфоровый львенок. Немножко сырой. Мы его отправляем еще на сутки сушиться. Впереди его ждут два обжига, глузурования. И в итоге только через 4 дня получится вот такая вот чудесная фарфоровая скульптурка. А дальше начинается самая творческая часть процесса. Изделия расписывают. На фарфор, как на холст, наносят пейзажи, орнаменты и узоры. Художники, их немного, 20 человек, создают композиции. Живописцы их в точности повторяют. Я рисую золотые цветы. Рисунок Нелли Львовны Петровой, главного художника. Полностью вручную. Разные, как бы, собранные букеты. Ну, как, такой полоской, орнаментом таким. Это большой сервиз. Будет столово чаями. Он в конечном итоге будет вот таким, с золотом. Полергольд, который полируется. Будет блестеть, все гореть. Самый знаменитый узор, визитная карточка императорского фарфорового завода, кобальтовая сетка. Ее часто наносят на костяной фарфор. Это еще одно изобретение завода. Тонкий, почти прозрачный, еще более хрупкий. Скорее фаянс, чем фарфор. Многие за это его и любят. Украшенный кобальтовым узором, такие сервизы покупают чаще всего. Но, несмотря на массовое производство, здесь все равно прикасается рука мастера. Там все равно ручной труд есть. В любом нашем произведении, даже используется декольд, всегда присутствует ручной труд. Потому что это вот наклеить вещь очень сложно. Чтобы соединить все вот эти пересечения, вот эти все наши, да, там полосочки, чтобы было ровненько и идеально. Это нужен глаз и время нам. В разное время художников императорского фарфорового завода вдохновляли подвиги императорской армии, советский авангард и современная неоклассика. По коллекции можно проследить историю страны и найти что-то свое. Тот сервиз, который украсит дом и станет предметом искусства и быта. Марина Береснева, Ксения Григорьева, Интернет-телевидение, Город Плюс.